Ежедневно горожане с активной гражданской позицией фиксируют в Десногорске случаи нарушения законодательства на региональном уровне. В причинах правовой халатности разбирается административная комиссия. 3 марта состоялось очередное заседание рабочей группы. Учитывая, что заседание прошло в канун 8 марта, председатель комиссии Владимир Исаев начал его с поздравления женщин с наступающим праздником. Он обратился не только к членам комиссии, но и ко всем жительницам города. Разрешите от лица мужчин административной комиссии поздравить наших женщин, дам административной комиссии с наступающим весенним праздником днем 8 марта. В вашем лице поздравить всех женщин Десногорска, сказать им большое спасибо за ту работу, которую они проводят на предприятиях в городе Десногорске. Пожелать нашим дамам с ударами, конечно же, крепкого здоровья, спокойствия, благополучия, мира и любви. На рассмотрение комиссии поступило пять протоколов. Два из них касались нарушения правил благоустройства – три закона о тишине в ночное время. По данным 2021 года, именно этот пункт закона нарушает в городе чаще всего. Причин, как правило, две – праздник, вышедший из-под контроля или через чур громкая музыка. Но бывают и случаи, когда таким образом соседям отвечают на обиду. Подобные меры против соседей могут закончиться штрафом в размере трех тысяч рублей. И только в первый раз ответчик может получить предупреждение. Мы пришли, мы вас слушаем. Да, я виноват, да, громко разговаривал. Нам этого будет достаточно. Мы понимаем, что человек осознал, он понял, что он нарушил. Мы же тоже здесь не злодеи сидим. И сразу человека линчевать, как только мы услышали, что он виноват, допустим, образом. Наша задача – выяснить причину и принять свое верное решение. Десногорцы, нарушившие тишину, отделались предупреждениями. А штраф в 2000 рублей придется заплатить за нарушение правил благоустройства.